Привет всем! Сегодня у нас, как и всегда, интересный выпуск про то, как правительство Бурятии и администрацию Лан-Удэ, возможно, помогают одному из самых известных мошенников Бурятии, Юрию Турченюку, избавиться от долгов и даже заработать на новую, благопристойную жизнь для себя и своей семьи. Сейчас все подробно расскажу. Поехали! Про аферу века, которую провернул известный бурятский бизнесмен эпохи четверонника Геннадия Айдаева Юрий Турченюк, я рассказывала в одном из прошлых выпусков. Ссылка тут и в описании видео. Напомню кратко, что в 2009 году ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Юрия Турченюка и группы лиц по факту хищения более 50 миллионов рублей из бюджета Лан-Удэ. Формально пострадавшим в этом деле числится Комитет по управлению имуществом города, но на самом деле пострадали мы все – жители Лан-Удэ, налогоплательщики и так далее. Дело затянулось почти на 10 лет. Только в 2018 году Юрий Турченюк, как организатор хищения, был осужден на 3 года и 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Но был освобожден в зале суда, так как в ходе разбирательства частично вернул похищенное в городской бюджет – всего 30 миллионов рублей на тот момент. То есть благодаря дорогим адвокатам и фортуне Турченюк из этой истории вышел фактически сухим. А благодаря своей предприимчивости и связям с новым руководством республики и города, может, еще и в профите окажется. Во-первых, Турченюку удалось уберечь свое арестованное имущество, которое он пытался спрятать от распродажи на аукционе. Получилось это по непонятной милости мэрии Улан-Удэ. Ни с того ни с сего город, пострадавший от его действий, заключил с ним мировое соглашение и разрешил мошеннику отдать награбленное в рассрочку. Во-вторых, выплатив похищенное, Турченюк подал иск на бывших подельников, с которых требует вернуть около 38 миллионов рублей из тех 55 миллионов, которые были присуждены ему судом как организатору преступления. Суд назначен на 27 декабря этого года. Требования Турченюка нелогичны, так как совершенно маловероятно, что организатор преступления, влиятельнейший на тот момент человек, отдаст помощникам большую часть награбленного, а сам будет довольствоваться лишь небольшим процентом. Конечно, скорее всего, Турченюк почти все забрал себе. Иначе откуда бы у него сейчас были деньги, чтобы достаточно оперативно их вернуть? Ведь Турченюк уже очень давно не имеет никакого дохода, как и его жена. Доход сына Дмитрия – 300 тысяч в год, согласно налоговой декларации за 2020 год. Очевидно, Юрий Турченюк настолько окрылился и уверовал в свои силы при новой власти, которая не помнит или не хочет помнить о его криминальном прошлом, что решил пойти в вабанк. Будь это месть тем, кто мог дать на него показания тогда, или просто желание заработать, в основе лежит один принцип – делаю, потому что могу, и у меня теперь есть крыша. Напомню немного предысторию. В ходе уголовного дела было арестовано имущество Турченюка, которое он, очевидно, приобрел в эпоху плотного сотрудничества с мэром Геннадием Айдаевым. Это здание автовокзала вместе с большим участком, коммерческое помещение в здании «Прогресса» и автомобиль «Лексус-570». Несмотря на то, что это имущество Турченюк успел переписать на двух пенсионеров – тещу Афонькину Валентину Кирилловну и сантехника Михаила Коноваленкова – суд признал сделки фиктивными и имущество изъял для дальнейшей реализации и погашения оставшейся суммы, которую Турченюк украл у города. Всего 25 миллионов рублей. А решение первой инстанции устояло в Верховном суде Бурятии. И тут началось самое интересное. Проиграв все инстанции, Турченюк заключает мировое соглашение с КУИ администрации города Улан-Удэ в лице председателя Дондуковой Даримы Бабасановны, в рамках которого производит оплату более 25 миллионов рублей в рассрочку за полтора года и тем самым признает свое фактическое владение указанным имуществом. А ведь еще недавно им была предпринята целая спецоперация, чтобы это имущество спрятать. А когда не получилось и возникла угроза распродажи, Турченюк быстро нашел деньги и выкупил недвижимость и машину, которой формально принадлежат другим людям. Что касается последних, тещи Турченюка Валентина Афонькина и сантехник Михаил Коноваленков до сих пор не привлечены к ответственности за дачу ложных показаний в суде. Тем самым они фактически являются пособниками преступления. В деле Баира Жамбалова, например, на лжи свидетелей, утверждавшихся, что за рулем высокопоставленного единоросса не было, завели уголовные дела. А тут тишина и куда только прокуратура и следственный комитет смотрят. Со всех сторон мировое соглашение – это выгодная сделка для Турченюка. Его имущество, которое стоит гораздо больше, не уйдет по дешевке с молотка. К тому же у него появляется время. Действия же Даримы Дондуковой, Куи и вообще администрации города непонятны. Для них эта сделка точно невыгодная. У них на руках решение судов, и деньги они могут получить прямо здесь и сейчас, и без всяких условий. Кто такой Турченюк, чтобы подписывать с ним мировые соглашения? Мошенник, который только официально обчистил город на 50 миллионов. Сколько всего, возможно, не дошло до разработки силовиками, трудно представить. Особое отношение к Турченюку со стороны Куи и мэрии может быть обусловлено коррупционным сговором. По крайней мере, все признаки того имеются. А значит, Дарима Дондукова может быть привлечена по уголовной статье за превышение должностных полномочий. При этом чиновница, скорее всего, просто исполняет волю своего начальника. О теплых отношениях семьи Турченюк к семье Шутенковых мы говорили в предыдущем ролике. Напомнили, что сын Юрия Турченюка, Дмитрий, является депутатом Горсовета и председателем Комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности. Какая ирония, не находите? Также Турченюк-младший является директором телеканала АТВ «Байкал», половина которого сегодня принадлежит правительству Бурятии через автономную некоммерческую организацию «Информационный центр». Телеканал крайне лоялен властям, как республиканским, так и городским, за что исправно выигрывает госконтракты на освещение деятельности последних. В случае с правительством республики это даже выглядит, простите, как инцест, так как исполнители и заказчик тут фактически одно лицо. Только в 2020 году правительство республики выделило АТВ «Байкал» 15 миллионов рублей, а в 2021 году более 20 миллионов. К тому же должность в руководстве горсовета, как и сам депутатский мандат, Турченюк-младший получил отнюдь не за красивые глазки. Судя по всему, Юрий Турченюк действительно не только не сел в тюрьму за дерзкое воровство денег у города, но смог извлечь из всего этого выгоду. Что ж, в предпринимательских способностях что отца, что сына Турченюков сомневаться не приходится. До следующего выпуска.